Девушки отдыхают Дорожная техника работает в городе круглые сутки. Тем не менее, до идеального состояния городским магистралям еще далеко. Глава города Валерий Ермаков поручил коммунальным службам пересмотреть систему организации по очистке городских дорог от снега и наливи. Что и как может измениться, расскажем далее. Работу кемеровских дорожников глава города раскритиковал. Накануне Валерий Ермаков провел совещание с коммунальными предприятиями, которые занимаются наведением порядка на городских магистралях. Глава отметил, что качество уборки дорог, которые есть сейчас, никого не устраивает. И необходимо срочно пересмотреть подход к работе. Несмотря на погодные аномалии и финансовые трудности, задачу качественной уборки городских магистралей никто не отменял. Чаще всех звучит финансы. Я не бог, волшебные палочки. Нет, финансов не будет больше ни у кого. Таких, каких хотелось бы. Поэтому, значит, должна какая-то реорганизация быть внутри любой системы. Почему? Когда можно работать, сделать гораздо дешевле, мы их не делаем. Вчера плюс практически солнце светит, 10 градусов температура. Нет техники, которая работает на накате для того, чтобы убрать. Необходимо быть готовым к работе во время снегопадов. А в период их отсутствия максимально вывозить снег и ремонтировать технику. Уже сейчас пора начинать выполнение комплекса противопаводковых мероприятий. Одно из них – это вывоз снега с подтопляемых территорий, очистка придорожных кюветов вдоль основных городских магистралей. Острым вопросом стала и уборка дороги по улице Елыкаевской, что в деревне Красной. Глава города дал коммунальщикам ровно сутки, чтобы эта узкая транспортная артерия с интенсивным автомобильным трафиком стала безопасной. За последнее время здесь несколько случаев было дорожных транспортных происшествий. Поэтому по поручению главы города проводим здесь выездное совещание с представителями всех заинтересованных служб по принятию оперативных мер и разбору причин ДТП. Колейность – одна из причин, по которой на этом автомобильном участке случаются аварии. Еще одна – несублюдение безопасного скоростного режима. Поэтому тяжелые грейдеры оперативно срезают накат, а на обочинах установят новые дорожные знаки с ограничением скорости. Улица Елыкаевская – не единственная в городе, где автомобильное движение осложнялось неидеальным состоянием дорог. Конец января знаменовался большой генеральной уборкой кемеровских магистралей. Только за пять дней тяжелая техника прошла по 97 кемеровским улицам. Колейность устранили на участках общей протяженностью почти в 200 километров. В первую очередь дорожные работы проводились на магистральных участках, где в дневное время автомобильное движение очень интенсивное. Это проспекты Ленина, Кузнецкий, Октябрьский, улицы Сибиряков, Гвардейцев и Терешковой, Кирово, Леонова, Рекордное, Весеннее, Дзержинского. Дорожники работают и днем, и ночью. Механизатор Максим Панфиленко за рулем снегоуборочной техники уже 18 лет. Его автогрейдер среднего класса весит полторы тонны, но даже такая машина не всегда с первого раза справляется с наледью и накатом. Не везде он налед срезает, даже вот налед загибается другая. Причиной всему погода, а если быть точнее, то ее переменчивый характер. Ледяной желоб на магистралях нарос буквально за пару суток. Когда выпавший снег подтаял, дорожники обработали магистраль песко-соляной смесью. Тут же ударили морозы, и снег в перемешку с реагентами застыл в считанные часы. Очистка городских магистралей от снега и наледи – в первую очередь вопрос безопасности. Справиться с управлением транспортом, попавшим в колею, не всегда под силу даже опытным водителям. А потому дорожники спешат навести порядок, даже несмотря на то, что погода их планам совсем не благоприятствует. Сложность в том, что на улице большая температура, очень сильно мороз. Затрудняет снятие наката, потому что в мороз накат практически не берется. Чтобы снять с дорог колейность такой толщины, которая образовалась вследствие перепадов температуры, необходимы так называемые тяжелые грейдеры с повышенной мощностью двигателей и весом более 4 тонн. Их в городских дорожных предприятиях всего 3. Поэтому дополнительно привлечено еще 7 таких спецмашин с промышленных предприятий. По распоряжению губернатора на эти цели было выделено 5 миллионов рублей с областного бюджета. Всего в работе по очистке дорог города задействовано 16 грейдеров, из них 10 тяжелые. Основная часть дорожных работ приходится на ночное время. Водители признаются, темнота им на руку. Большой спецтехники днем бывает совсем непросто в насыщенном автомобильном трафике. Шутка ли? Длина кузова одного такого грейдера не меньше 10-12 метров. Развернуться этой машине на оживленном перекрестке днем будет совсем непросто. Несмотря на тяжелый труд и интенсивный график, работают дорожники с улыбкой. Сколько нападает, сколько накатает, столько и срежет. Антигололедный марафон кемеровские дорожники продолжают в пешеходных зонах. После того, как городские магистрали избавили от большей части наледей и наката, тяжелая техника брошена на тротуары и к остановкам. Эти работы тоже выполняются в круглосуточном режиме, но без спешки и с большой осторожностью, чтобы не навредить пешеходам. Делим дорогу понемногу. Конечно, глаз да глаз. Смотреть да смотреть за ними. А как же. Маленькие кемеровщане, очень юркие бегают, ну и пожилые очень. Тихонечко идут. В городе сегодня свыше 600 остановочных павильонов. Зимняя генеральная уборка на каждом из них проводится в среднем 2-3 раза в месяц. С помощью техники избавляются от сугробов и наката у подъездных карманов на остановках общественного транспорта. Вручную очищают пешеходные дорожки, подходы к светофорам и зоны ожидания автобусов. Подскользнуться можно, конечно, на наледи. Попасть, когда автобус попасть. Бывает, где нормально, а где бывает, выходишь и уже держишься. Весь снег с городских магистралей вывозят на отвалы. Эти специальные снежные склады находятся на самом краю городской черты. Даже сейчас, когда в Кемерове давно не было обильных снегопадов, каждые сутки здесь разгружают не меньше 200 камазов снега. Борьба со снегом и наледи активно ведется и в кемеровских дворах. Управляющие компании должны очистить от снежных шапок и сосулек все кровли многоквартирных домов и подъездные козырьки. Как идут эти бои со снегом локального значения, расскажем далее. Кровельщик Геннадий Тимофеев. Вот уже 20 лет главный по крышам в управляющей компании Рео-1. Самый опытный мастер в коллективе хорошо знает, если вовремя не убрать снег, давление на перекрытие кровли усилится. Особенно это опасно на односкатных крышах, где нагрузка от снежной шапки гораздо выше. Ну вот, та крыша, там два ската, а здесь в одну, все стекает в одну сторону, вся вода. Поэтому скидываем снег, потому что водостойки не справляются. Ежедневно на крыше городских многоэтажек поднимается 55 кровельщиков. С начала года от снежных шапок и сосулек коммунальщики полностью очистили почти 400 кровель. 2000 подъездных и свыше 600 балконных козырьков. Все работы ведутся при строгом соблюдении техники безопасности. Заградительные ленты предупреждают жильцов о работах на крышах, а для подстраховки внизу еще и дежурят дворники. Особое внимание и порядку на улицах частного сектора в Кемерове ежедневно проходят рейды на предмет содержания территории общего пользования, в частности, вывоз мусорных контейнеров. Зачастую многие кемеровщане, проживающие в частном секторе, отказываются заключать договор на предоставление услуги по вывозу мусора. Однако при этом сбрасывают свои отходы в контейнеры. С теми, кто пренебрегает правилами, ведется разъяснительная работа. Сложности только в том, что некоторые жители отказываются заключать. По всей вероятности, они не понимают, что все-таки чистота города – это наше общее дело. И должны они все это нам и помочь, и все осознать. Там, где понимание найти не удается, составляются протоколы нарушений и выписывается штраф. Так только в Кировском районе за прошлый год проведено почти полторы сотни рейдов. Составлено 127 протоколов, направлено свыше шести сотен уведомлений, вручены памятки о порядке заключения договоров и ответственности. Эта работа продолжается и в новом году. По хорошей кузбасской традиции, каждую пятницу в области проходят субботники. Зимой на борьбу со снегом выходят педагоги, медики, чиновники, работники промышленных предприятий и даже дети. Последние, кстати, в прогулках на свежем воздухе с лопатами видят свою прелесть. Чтобы не замерзнуть под зимним солнцем, нужно не только тепло одеться, но и активно двигаться. Поэтому дети на перегонке спасают от кораблекрушения яхту. Она давно погрязла в снежном плену на участке детского сада. А еще здесь можно совсем как взрослым очистить от снега личный автомобиль, пусть и игрушечный. На нашей улице, а там снег завалили, мы начали возле нашей дороги чистить снег. Мы специально очищаем крышу, чтобы на нас снег не упал. Надо больше трудиться, потому что если не трудиться, то ничего само не происходит. Я хочу работать на большой машине, которая очищает город. Кемерово постепенно выбирается из ледовых оков и снега. Но зима в Сибири, как известно, может длиться до апреля. А значит, будут еще и снегопады, и метели, и заморозки. Но в городе справлялись и не с такими катаклизмами. Были бы ресурсы. Вы смотрели видеоблог Кемерово.ру. До встречи в эфире на телеканале Мой Город.